Добрый день, дорогие ребята! Рада вас приветствовать сегодня на уроке и пожелать вам всем удачи! Мы с вами в разделе «Туризм и экотуризм» тема урока «Астана Экспо-2017». Цели урока – извлечь необходимую информацию из источников, определяя факты мнений по таксономии Блума, использовать отглагольное существительное, сложное прилагательное, прилагательное в краткой форме, причастие, идеи причастия, Ребята, сегодня в целях урока у вас встретилось такое словосочетание, как «таксономия Блума». Что же это такое? Таксономия происходит от греческого слова «расположение», «строй», «порядок». Перед собой вы видите пирамиду. Каждый уровень пирамиды означает задание, которое вы будете выполнять. Это уровень заданий. Знание, понимание, применение, синтез и оценка. Вот знание, понимание, применение считаются заданиями несложного уровня, а вот синтеза, оценка – это уровни уже посложнее. Я желаю вам всем, чтобы вы сегодня выполнили задание по таксономии Блума. Вспомним, ребята. Отглагольное существительное – это имена существительные, образованные непосредственно от глагола. Например, «варить», «варка». Сложное прилагательное – это имена прилагательные, образованные из двух и более слов, с двумя и более корнями. Например, «белоснежный», «двухсотлетний», «лесозаготовительный», «двухэтажный». Прилагательные в краткой форме. Краткая форма присуща только качественным прилагательным. Относительные и притяжательные прилагательные краткой формы не имеют. Краткое имя прилагательное изменяется по родам и числам и отвечает на вопросы «каков», «какова», «каково», «каковы». Например, «веселый», «весел», «весела», «веселый». «Причастие» – это самостоятельная часть речи и особые формы глагола, который сочетает в себе грамматические свойства глагола и прилагательного, обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы «какое?», «какая?», «какое?». Например, «построенный дом», «цветущие ромашки», «набежавшая волна». «Ди-причасть» – это самостоятельная часть речи, обозначающая добавочное действие при основном действии. Эта часть речи соединяет в себе признаки глагола и наречия. Например, «волнуясь и трепеща, она подошла к окну». Ребята, а теперь я предлагаю вам посмотреть видеофильм о Экспо-2017. Экспо-2017 создает платформу для демонстрации передовых технологий, которые могли бы обеспечить решение проблем энергетики. Представит Казахстан в качестве глобального лидера по разработке энергии будущего. Экспо будет служить катализатором для перехода Казахстана к зеленой экономике. Экспо-2017 также будет иметь мультипликативный эффект за счет увеличения иностранных инвестиций в международной торговле и туризма. В центре выставки будет располагаться национальный павильон Казахстана. Сфера 100 метров в высоту и 80 метров в ширину является уникальной структурой по форме. Подобных в мире пока не существует. Тематическое понятие «сфера» представлено как музей будущего. На всех восьми этажах здания будет несколько секторов будущего энергетики. Восьмой этаж павильона представляет остановка город будущего. Седьмой этаж посвящен космической энергии. Шестой демонстрирует солнечную энергию. Пятый этаж является темой ветра в качестве компонента атмосферы. Четвертый этаж показывает биомассы планеты Земля. Третий этаж павильона представлен в виде кинетической энергии планеты Земля. Второй этаж павильона является темой энергии воды. В соответствии с концепцией павильон Казахстан будет разделен на два основных направления. Зона, где посетители познакомятся с Казахстаном – зона потенциального раскрытия энергии страны. Вдоль прогулочной артерии циркуляра, который называется Гранд Бульвар, смогут гулять туристы. За пределами южных и восточных секций от Уординг находятся все павильоны стран-участниц. В 2017 году Астана превратится в крупнейшее сценическое пространство мира. Столица Экспо-2017, город Астана и Казахстан в целом стремятся обеспечить уникальные условия для посетителей. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Астана! Экспо-2017 Итак, ребята, вы просмотрели видео, а теперь познакомимся с дескрипторами. Вы проанализируете текст, используя таксономию Блума. Сейчас этот текст будет перед вами, я его вам прочту. Найдете в тексте, используете в речи по два примера от глагольных существительных, сложных прилагательных, прилагательных в краткой форме, причастия, депричастия. Извлечуете необходимую информацию из источников, определяя факт и мнение по таксономии Блума. Текст Что говорят иностранцы об Астана Экспо-2017 Иностранные участники Экспо-2017 и туристы поделились впечатлениями о проходящей в Астане выставке, передает корреспондент Мия Казенфорум. Венгер Палкиш, являющийся управляющим директором компании, говорит, что ему очень нравится Экспо. Наша компания презентует здесь инновационный проект. Мы занимаемся повторным использованием отработанной воды. Впервые в Казахстане, первые в Астане. Мне очень нравится Экспо-17. Я многое узнала от других компаний, посмотрела много разных презентаций. Я вижу неподдельный интерес к нашей технологии, которая является новинкой. Мы хотим привлечь иностранных партнеров и установить бизнес-контакты посредством выставки. Ранее я не принимала участия в Экспо. Мы сюда прибыли по приглашению венгерского правительства. Власти Венгрии попросили нас представить свои технологии в Казахстане. А вот датчане Уали Петерсон в Астане уже второй раз. Он приехал сюда с туристической целью. По правде говоря, я прибыл сюда лишь два часа назад. Я считаю, что это очень важная выставка для Казахстана. Проделана большая работа в этом направлении. Первый павильон, который я увидел, казахстанский. Я успел заметить здесь много интересного. Впервые я посетила Астану пять лет назад. За это время город сильно разросся. Заметно увеличилось население. Архитектура здесь становится все краше. В городе стало намного больше жизни, заведений, ресторанов. В сравнении с другими странами региона, на мой взгляд, Казахстан растет быстрее. Мне немного непросто здесь, так как я совсем не говорю по-казахски и по-русски. Несмотря на языковой барьер, люди здесь очень приветливые и стараются понять, что ты им говоришь, подчеркивает Петерсон. Итак, ребята, сейчас мы с вами проанализируем текст по таксономии Блума. Вопрос на уровень знания. Откуда взят этот текст? Вы можете сами отвечать. На уровень понимания. Как вы думаете, почему иностранные туристы особо отмечают гостеприимство казахского народа? Применение. Найдите в тексте. Отглагольное существительное. Здесь написано одно слово. Дальше вы можете найти еще одно слово сами. Сложное прилагательное. Дружелюбное. Прилагательное в краткой форме. Каково весело. Причастие проходящий. Где и причастие приехав. Уровень создания, ребята. Составьте кластер со словом «Экспо» у себя в тетради. Уровень оценивания. Сформулируйте ваше мнение о выставке Экспо, используя прием ПОПС. Стратегия ПОПС. Итак, позиция. Я считаю, что Экспо 2017, ребята, у вас до начала. Вы выражаете свою позицию. Дополняете предложение. Вы во втором, в обосновании, вы обосновываете свою позицию. Начинаете со слова «потому что». Третье. Вы подтверждаете свою мысль. Я хочу подтвердить примерами из текста. Следствие. Это формулировка вывода о том, что... Я думаю, ребята, что все, кто внимательно сегодня слушал теоретическую часть, внимательно просмотрел видео, интересное видео о Экспо 2017 в Астане, нынешнем городе Нур-Султане. Вы все сможете выполнить задание по стратегии ПОПС. Я желаю вам удачи. До следующих встреч. На этом наш урок окончен. Продолжение следует...